Товарищи резервисты, вас призвали в армию для того, чтобы повысить вашу воинскую клавафуфикацию. Значит так, разберём сейчас учения, в которых вы, идиоты, принимали участие. Как говорится, сидишь в засаде, не свисти хриса ради. Значит так, кто тут орал у нас? Пупсиков. Пуля от ружья. Я вам приказал выставить посты. Этот идиот что сделал? Поехал на пост ДПС и выставил их на бабки. Значит так, осьминогин. Осьминогин! Здесь. Понятно. Штаны не лезь. Здесь. Осьминогин, встаньте на ноги. Знаете что, осьминогин, вы должны были замаскировать орудия. Я понимаю, что вы бухгалтер и привыкли... прятать. Но артиллеристы уже третий день бегают по лесу снарядами в руках. И ищут эти орудия. И думают, поместить эти снаряды в того, кто это так хорошо замаскировал. Таранов. Таранов! Нос от муравья! Таранов. Вы не Таранов, вы Баранов. Вас переучивали на наш новейший секретный танк Т-90. Танк такой дорогой, что Россия его не может закупать. Закупать только Индия и Пакистан. Так мало того, что вы полезли в танк вниз головой, так вы еще отъели, понимаешь, такое заднее брюхо, что оно не пролезло в люк. И торчало оттуда, как напоминание о новейшей военной угрозе. Нет, натовские наблюдатели подумали, что это наше новейшее секретное оружие. Сфотографировали это, и в ЦРУ пятеро агентов сошло с ума разгадывать, что это за оружие и чем оно стреляет. Кукло Барбин. Кукло Барбин. Муха из Улья. Вот ума палатка. Кукла Барбин, вы чертили карты. Вы объясните, почему у вас черное море лежит в Африке, в районе метро Арбатское? Как же думать? Как говорится, две головы хорошо, а одна в каску не влазит. Морозов. Морозов. Да. И баб из люля. Нет, вообще отморозил. Мы сказали, взять холодное оружие. Этот идиот взял и сунул автомат в морозильник. Кто это такое? Вот ни один идиот не скажет, а я скажу. Это ужас. Козюбенко. Окопы для рытья. Слил ракетное топливо со стратегических ракет. И продавал на трассе, как бензин. После чего жигули обгоняли БМВ. А после набора взлетной скорости поднимались в воздух и уходили в сторону Америки. Как говорится, на чужой сапог не разевай роток. Рабовой. Высня. Так вышел и я. Если я, портянка для коня. Рабовой. Кстати, вот вы рыли окопы. Где вы работали до сборов? Я так и понял, что на кладбище он уже каждый окоп был с оградкой и принес нам памятник. Фотопесин. Из трубы струя. Фотопесин. Я мутант. Куда вы дели, выданный вам спирт? Какая зажигательная смесь. Я видел, как вы зажигали. Целовали памятник Суворова и спрашивали, красотка, почем час? Не, ну, главное, что как-то договорился. Идем дальше. Были цветочки, сейчас будут корни плоды. Садомазин. Садомазин? Сапог от кутюрья. Садомазин, вас послали снимать чехлы с МиГ-29. Скажите, где вы учились управлять истребителями? Ага, когда игрались на Сони Плейстейшн. Нет, а что бы вы знали? В момент взлёта к стойке шасси была привязана стражевая собака Найда. Когда она приземлилась, седая, Найда заговорила. Причём такими словами, что бортовой самописец сгорел от стыда. Вот свои игрушки, товарищи резервисты. Меня интересует другое. Мочалкин. Висячий железнодорожный мост через реку Амударья. Мочалкин. Ну вы отмочили, а? Это вы ж все послушайте. Это ж надо с мобильников взломать компьютерную сеть Пентагона и играть в морской бой кораблями флота США. Всё! Кобздец! Мочалкин победил! У Америки нет флота. В общем, товарищи резервисты, после этого вот кошмара, позора и ужаса я... я... Пентагоня! Если б я сказал тут, ты бы был боксер Валуев-лилипуд. значит, дорогие мои сынки, я объявляю вам благодарность. Потому что, понаблюдав за нашими этими учениями, НАТО решила сдаться в России от греха подальше. Они поняли, родненькие мои, что с такими идиотами, как мы, все-таки лучше дружить, чем воевать. поговорю за службу! За службу! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ